Уже, кстати, опасно так начинать эфиры, потому что они автоматически сохраняются в IGTV, и все это я не могу удалить. Здравствуйте! Всем привет! По-моему, погода отвратительная, но я очень надеюсь, что вы сохраняете, как сказать, господи, что вы сохраняете положительное настроение, скажем так, и ждете нашего эфира. Про вот это даже не спрашивайте, вы не знаете, что произошло, я могу рассказать. А когда я готовила весь свой вот этот вот задний фон, тут стоит куча растений, которые выращивает моя мама, и вот я просто там вот так торчала веткой, и когда я переставляла, я наткнулась на нее. Вот теперь у меня такая штука здесь. Но я с этим ничего поделать не могу, я замазывала, не замазалась. В общем, суть не в этом, суть в том, что у нас сегодня какой-то потрясающий, потрясающий гость. Вы слышите, да, по моей речи, что я немножко нервничаю, потому что, ну, во-первых, мы давно не общались с Ксюшей, во-вторых, она не так часто дает интервью, интервью выходит в эфир, я поправлю себя, не так часто выходит в эфир. Следовательно, было очень много, было очень много таких мест, которые мне приходилось обходить. Я вижу Ксюшу, Ксюша, я видела, что ты зашла, привет. Так, как нам подключиться? Ксюш, тебе нужно нажать на два смайлика и отправить мне запрос, и тогда я тебя смогу добавить, и мы начнем. Да, надеюсь, с интернетом все будет хорошо. У нас получится. Ксюш, скажи сразу, у тебя есть такая штучка? Вот эти все смайлики, стрелки. Да, обычно в такие моменты все смеются, вот Ксюш, не исключение. Есть у тебя эти два смайлика или нет? Я напоминаю, пока мы пытаемся подключить и наладить связь, вы можете задавать свои вопросы, нажав на иконку вопросительного знака снизу, потому что комментарии читать очень трудно во время эфира, не получается уловить все, даже если вы пишете что-то очень интересное. Я и так выбрала пять вопросов, которые показались мне наиболее классными, наиболее необычными, поэтому они уже есть, в принципе, но я бы хотела больше. Влада Лавунская, привет! Ура! Нет, получилось? Да, получилось! Так, сейчас, сейчас ключевой момент, я прибавляю звук. Ура! Наконец-то, у меня получилось. Да, привет! Все отлично, тебя очень хорошо видно. Слышно нормально? Слышно, все отлично, все супер, Ксюша. Я безумно рада тебя видеть, вы так долго не видели, ты меня общались вообще, господи. Да, подвисает. Подвисает? Так, ну мы сейчас попробуем. Сейчас нормально. Сейчас хорошо? Сейчас хорошо? Да, вот сейчас отлично. Ну все, отлично. Я очень рада тебя видеть, ты прекрасно выглядишь. Привет! Привет! Спасибо. Расскажи, как ты, что ты, где ты вообще находишься, как у тебя дела? В целом, слушай, ну, уже хорошо. Конечно, прошли все стадии, мне кажется, карантина. Это и апатия, и депрессия, и эйфория. Все возможные стадии уже прошли, и сейчас уже, знаешь, такое полное смирение. Я нахожусь в Америке, и так получилось, что я сюда приехала как раз, когда вот это все началось во всем мире, и в Европе, и здесь. И, соответственно, я приняла решение, что бессмысленно, знаешь, куда-то ехать отсюда. Конечно. Опаснить себя и другим, находиться в аэропортах, в самолетах. Поэтому я приняла решение остаться уже здесь, с друзьями. Очень хорошо провожу время. Вот как раз сейчас приехала к знакомым на океан, хоть увидела вообще солнце, океан, погуляю. Это Ксюша нам говорит, я хоть увидела солнце, океан. У нас, смотри, дождь льет целыми днями, просто никуда не будет. У нас вообще очень прекрасная погода уже, который день, плюс 25, и я уже, знаешь, просто хожу, гуляю, наслаждаюсь наконец-то. Ну, понятно, мы поняли. Очень рада за тебя. Не, ну на самом деле это здорово. А слушай, вот карантин карантином, но сейчас я слышала, и у нас транслируют это постоянно, какие-то массовые беспорядки. А в связи со смертью афроамериканца не будем эту тему мусолить. Но есть ли у тебя что-то, вот в каком штате ты находишься, и происходит ли у вас что-то подобное? Слушай, ну на протяжении двух месяцев я находилась в Нью-Джерси, а сейчас я приехала в штат Нью-Йорк. Но не прям Матхэттен, знаешь, Бруклин или Бронкс, там места, которые мы с тобой знаем. Отдельно вот этот такой маленький остров, он Лонг-Айланд. А, ну, Ксения, вы неплохо, я вам скажу. Проводите карантин. Поэтому здесь спокойно, то есть здесь, знаешь, такая чисто типичная американская такая, знаешь, деревушка, по типу, знаешь, из сериала «Отчаянные домохозяйки». Ну, понятно. То есть всё так спокойно, комфортно. Ну, слушай, это прекрасно, потому что я очень рада, что ты не находишься в эпицентре всех этих событий. Я думаю, ты сама знаешь, да, что происходит, и просто-просто какой-то... Да. Да, какой-то... Невозможно здесь не знать, как это обсуждается, и везде, и в интернете, и на телевидении. Да, да-да-да-да-да. Ну, ладно, мы поговорим на отвлечённые темы, это всё, понятно, что это всё приятно, ну, неприятно, да, но мы всё-таки про фигурное катание больше. Я начала с этого вопроса, потому что, ну, наверное, с этого началась твоя карьера в парном катании, но оно больше такое, знаешь, распространённое. Вот в 2006 году, насколько мне известно, да, ты переходишь в парное катание, встав в пару с Артуром Менчуком, большинству известным уже в качестве тренера, да, ну, относительно новой, перспективной, безусловно, пары Бойкова-Козловский. Вот последуешь ли ты к примеру бывшего партнёра и начнёшь тебе заниматься тренерской деятельностью, или, может быть, ты уже что-то в этом плане делаешь? Ну, давай начнём с того, что я очень рада, что у Артура и у ребят получился такой хороший тандем. Да, безусловно. Да, но, насколько я вот вспоминаю тот момент, Артур вообще закончил кататься где-то в 2011-2010 году, соответственно, прошло довольно большое количество времени, и он не сразу пришёл, там, знаешь, к этому направлению, к этой профессии. Кто-то приходит к этому сразу, да, целенаправленно, там, у кого-то такое прям огромное желание пойти в тренерскую профессию. Ну, да. У кого-то, там, знаешь, шоу, как ты знаешь. Что у меня, я пока не могу тебе сказать. У меня никогда не было желания пойти в это направление. То есть мне нравится, я люблю фигурное катание, мне нравилось им заниматься, но чтобы пойти в тренерскую профессию, у меня такого не было. Соответственно, нужно ещё определённое образование, которое я как раз должна была сейчас получать. А, как раз для этого, да, для того, чтобы заниматься тренерской деятельностью, правильно? Ну, и для этого, как ты знаешь, в основном все спортсмены идут по направлению своей стихии, поэтому у меня особо выбора не было, и, конечно, это спортивное образование, которое актуально, и его проще как-то закончить и получить. А вот как ты, это такое, знаешь, у меня в голове родился этот вопрос, как ты относишься к людям, которые, ну, не незаконно этим занимаются, да, наверное, так говорить нельзя, ну, вот, допустим, не имея, да, тренерского образования или вообще, ну, какого-либо образования с этим связанного, начинают тренировать, берут ответственность на себя за спортсменов. Вот как ты к этому относишься? Ты считаешь, это приемлемо или это вообще жесть? Ты знаешь, если у них хорошо это получается, и есть какие-то результаты, и ученикам это нравится, почему нет? Никогда не поздно, знаешь, потом пойти, получить образование и уже пойти в какое-то государственное учреждение там или школу. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого. Если у человека талант есть и огромное желание этим заниматься, я только за. Да, тут комментарии. Куин столбовая. Вообще, на самом деле, ты не представляешь, как, сколько людей мне написало в директ, там, и сколько было анонсов этого эфира с каких-то вообще, из каких-то, да, отдаленных стран. Вот сегодня там у Лины с тени эфир. Я думаю, о, боже мой, это значит, что происходит, значит, так много людей будет. Ну, да, то есть... Мне очень приятно, мне тоже очень много написали. Господи, наконец-то. В коем-то веке. Да, приятно. Ну, это здорово, это здорово. Давай поговорим непосредственно уже про становление вас с Федей Климовым как пары, да? Вот позже, естественно, вы начинаете кататься вместе. Расскажи, если помнишь, про процесс скатывания. Вы катались на одной арене, да, насколько мне известно. Общались ли вы до того момента, да, как начали кататься вместе? Или как-то вот только уже вместе когда-то? Слушай, ну, помимо того, что мы прокатались с Федором на протяжении где-то совместно, около почти, по-моему, 10 лет, мы еще до этого друг друга знали, поскольку раньше в Санкт-Петербурге была только одна спортивная арена, где могли тренироваться абсолютно все группы, парные танцы, одиночники. Поэтому мы с Федором знаем там друг друга еще вот с таких вот, знаешь, возрастов. Прекрасно помню наши становления. То есть я помню и дату, и как это все происходило вообще. То есть у меня картинка вот эта, ну, на всю жизнь. Мне кажется, это у каждого. Прости, я тебя перебью. Я тебя перебью, Ксюша, ты первый спортсмен, который сказал, что помнит про процесс становления там, да, людей как пары. Никто не мог мне ответить на это. Ну, ужас, как давно это было? Ну, что, ну, как я могу сказать? Ну, не знаю. Мне тоже кажется, что такие моменты, да, они откладываются, да. Я прекрасно это помню картину. Это было 4 февраля 2000. Я сидела в зале непринужденно. Ты знаешь, как я могу сидеть в зале, так, знаешь, сама в себе там. Это определенный талант, определенный талант, Ксюша. Ну, да. Заходит Николай Матвеевич Великов и говорит, вставай. Я такая, ну, встала. Стоит Федор около, там, знаешь, этого балетного станка. Она говорит, все, давай делай поддержки. Я так смотрю на Федора. Он стоит непринужденно, говорит, ну, давай, я тебя жду, иди сюда. И вот так вот у нас все началось. И чтобы ты понимала, чтобы вот так хватать время, мы настолько как бы сбалансировано и быстро скатались, что у нас это заняло полтора месяца. И через полтора месяца мы поехали на финал Кубка России. И были там третьи. Да, да, да. Абсолютно. То есть не было ни претирок, поскольку мы друг друга знаем уже миллион лет. И как-то, знаешь, и в элементах, и в катании. Конечно, там не могу сказать, что мы там знали, что там какой-то у нас был сверхподъем с самого начала. Нет, конечно, было скатывание. Но каких-то глобальных проблем не было. Ну да, и я даже, когда читала какую-то информацию о вашей паре, чтобы освежить это все в памяти, я на самом деле посмотрела, что ваша карьера развивалась довольно стремительно. То есть там буквально пару лет, и все. И вы уже и в статусе юниоров уже поехали на чемпионат России, и там брали уже какие-то призовые места. Да, ну то есть клево. У меня была такая история, я вспомнила, когда... Когда вы катались с Федей, я не помню, какой это год, у вас была программа, вот костюмы такие черные с белым, это не клоуны, я не помню, как называется эта музыка, но помнишь, не клоуны или цирк, или что-то такое. В Казани вы выступали еще с этой программой. У тебя такая юбка, как пачка, по-моему, была. Нина Роттель, Астрада. Вот, да, да. Она очень выигрышно, кстати, смотрелась, она очень классная была, и мы были вместе на соревнованиях в Казани. Уже мы тогда еще только начинали кататься. Я знаю этот старт, и знаю, потому что я первый раз увидела и познакомилась с твоим партнером, не при хороших обстоятельствах. Боже мой, боже мой. Да-да. Наверное, наверное, я бы хотела очень, чтобы ты рассказала, при каких-то моментах. Давай потом иди. Да, да. Хорошо, да, я помню этот старт. Кошмар, кошмар какой-то. Вот. Но фишка не в этом. Мы откатались, и откатались плохо. И мы на тот старт приехали с Владом Жавнирским как раз уже. То есть он нас изначально вел, и мы приехали, ну, облажались там. Я не помню, что он, помню, ничего не сделали, ну, прямо вот отстойно. Там даже чуть ли не последнее место. И Влад говорит, ну, ты знаешь, как он умеет разговаривать, да, когда он недоволен. Так, ну, все. Пойдемте на трибуны сядем. И сейчас хоть посмотрите, как нормальные люди катаются вообще. И мы просто... И выходили вы на лед, выходили вы на лед. И я сижу, знаешь, я вот так сижу. Мирошкин вот так вот сидит. И мы просто опустив голову, и Влад просто... Ну что? Вам все понятно после вашего проката? Вы тогда очень хорошо откатали, да, по-моему, вы даже выиграли соревнования. Помню, что у нас было 20 или 30 баллов. Мы очень хорошо откатались, да. Да, да, да. И вот мы... Ну, я просто вспомнила, да. Это такая смешная история, которую я запомнила надолго. Ладно. В апреле 2013 года вы переезжаете в Москву, да, принимаете решение о переходе в группу Нины Михайловны Мозыр. Во-первых, с чем было связано такое решение, и кто, собственно, был его инициатором? И вообще, как, почему? Ты знаешь, вот эту, наверное, историю я как-то уже так, ну, смутно помню, поскольку первоначально мы не должны были переходить к Нине Михайловне, а совершенно к другому тренеру. Называть не будем тренера, да? Ну, я думаю, что бессмысленно уже. Ну, в Москве, правильно? Прости, в Москве, да? Нет, в Санкт-Петербурге. А, всё. Вот. И так случилось, что мы в один день, да какой в один день, просто там за 10 минут поменяли резкое решение. Как я помню, я просто сказала так, мы должны были, у нас состоялся, должен был состояться разговор, я просто, я подхожу к Фёдору, я говорю, Федь, я говорю, ничего не говори, просто доверься мне. Я говорю, я сейчас всё сделаю, потому что, я не знаю, знаешь, бывает так, что ты вроде уже решил, но потом у тебя в один момент тебя, знаешь, там, не знаю, интуиция твоя, подсознание говорит, не делай так. Да. Не надо. И вот у меня вот так случилось, что я просто в один момент поняла, что нам не нужно туда уходить, нам не надо туда идти. И я понимаю, что нам нужно кардинально менять направление. И я говорю, я сейчас всё разрулю, ты, главное, спокойна. Ксюма, как обычно. В общем, вот на часе вот так получилось, что мы к Нине Михайловне решили. А как это всё происходило и почему так случилось? Ну, наверное, время пришло, поскольку я с Великовыми работала с 2006 года. И это бывает тот момент, когда не то, что тренер не может тебе ничего дать, а ученик не может, как бы, знаешь, сделать всё возможное, что тебя требует тренерский состав. То есть мне кажется, мы настолько уже, знаешь, выжили из себя, что нам нужно было двигаться дальше. То есть не было такого, что были какие-то конфликты или какая-то, знаешь, там, глобальная проблема. Такого не было. То есть мне кажется, пришло время каких-то перемен, чтобы двигаться дальше. А Федя тоже так считал? Или это вот было твое личное мнение, и ты просто не поделилась? Я была ошибаться. Ты можешь потом у Фёдора спросить. Мне кажется, инициатором, как обычно, была я. Ты знаешь, я верю в это, Ксюша, я верю в это. Да. Мне почему-то кажется, что это было, знаешь, как бы грубо сказано, но в ультимативной форме там. Либо мы это делаем, либо не делаем. Да. Потому что на то время я уже прекрасно понимала, что оставался один сезон до Олимпиады. Тот, когда уже надо что-то делать, если мы хотим туда попасть. Поэтому Фёдор поддержал эту идею, и у нас как бы очень хорошо всё получилось. Ну да, Ксюша, это действительно история, знаешь, с счастливым концом. Я даже не знала, что действительно такие вот штуки стояли за всем этим. Но ты действительно большая молодец, и, видимо, у тебя очень хорошо развита интуиция, что ты настолько почувствовала, что... Ну да, это то, что потом в следующий раз, как и другую тему, мы можем с тобой это раскрыть. Конечно. Я думаю, что это тоже очень интересная история. Здорово. Это интересно. Это интересно, действительно. Расскажи, как проходил, скажем так, твой процесс притирания к группе, да, уже непосредственно в Москве. Потому что, насколько мне известно, Федя Климов, да, уже на тот момент очень хорошо общался с Максом Траньковым, и он даже первое время жил... Они жили вместе, да, Федя жил у него. А вот как давался тебе процесс переезда? Слушай, очень комфортно, поскольку, когда мы уже договорились с Ниной Михайловной о совместной работе, там, да, с такого-то числа, оно все возможно, чтобы у нас были комфортные условия. Там, быт, тренировочные условия, да, чтобы все... В медицинском плане все было хорошо. Поэтому каких-то там неудобств или дискомфорта такого не было. Что касается притирки, я, наверное, к тебе очень долго притиралась, потому что ты у нас такая тоже девушка с характером. Я вот очень хорошо помню эти моменты и помню. Да-да, Лина ж не такая простая. А так, ну, слушай, как-то получилось... Ну, в свою защиту, Ксения, я скажу, я скажу, что я к вам тоже очень долго притиралась, но мне сразу же понравилось. Ты на меня так знаешь, подборная. Еще одна. Ты что, издеваешься? Не было такого. Потому что на тот момент, если ты помнишь, помимо нас с Федором, еще пришли в группу Вера с Юрой. Я этим не помнила, что вы вместе пришли. Мы пришли в это время. То есть, возможно, как бы информация была о Вере с Юрой пораньше, но вот там, знаешь, первостепенные, там, первые тренировки у нас были совместные. Я помню, знаешь, Линачев взгляд такой, типа, еще одна пришла. Не может быть такого. Нет, я не способна на такие взгляды. Я сейчас немножко не понимаю, кто ведет эфир, ты или я. Я уже, знаешь, чувствую себя на твоем месте. Да-да. Поэтому, нет, эфирка была очень комфортная, потому что, ну, как-то вы там с Женей уже катались долго, определенное время, там, Макс с Таней нам помогали, там. И как-то у нас, знаешь, не знаю, помнишь, что для меня все было абсолютно сложно, там, вплоть, там, с первых сборов, там, да, в Америке когда. То есть, очень дружно, там, совместно, поездка на Бродвей, там, в магазины, там, прогулки. Я сейчас вспомнила историю, тоже с тобой связано. Я не помню, сколько мне было, когда мы поехали на эти сборы в Америку. Хорошо слышно меня, Ксюш? Чуть-чуть ты сейчас так. Зависаю? А сейчас? Вот, сейчас хорошо. Вот, и была такая история, когда мы поехали, да, действительно, куда-то вместе по магазинам, но без тебя это было, без тебя. То есть, мы встретились уже в гостинице. Я, значит, тебе говорю, Ксюш, смотри, я там вот такое купила, такое. Ты говоришь, ну, что-то какая-то хрень, блин, что-то мне не нравится вообще. А потом я достаю пижаму с Hello Kitty, и ты такая, ну, вот это мне нравится. Ну, вот это хорошее. Я? Вот это я покупила. Я, клянусь, была такая история, мне кажется, просто... Слушай, ну, такого я не помню. Ну, вот видишь, что у меня остается в памяти. А у тебя, у тебя другое, у тебя вот про процесс притирки. Я вот, допустим, этого не помню. Ну, в общем, каждый, каждый... Нет, я помню похождения, но я думаю, это тоже не для эфира. Что ты помнишь плохо услышала? Я помню тоже, знаешь, какие-то похождения с тобой. Я даже помню, как мы с тобой гуляли в Hard Rock Cafe. Поэтому таких историй, знаешь, предостаточно. Поэтому ты сейчас на меня вот эту бочку не кати, то, что ты там нравится, не нравится. Я тоже могу много чего вспомнить. Знаешь, что же? Я там в память... Я помню. А я не боюсь. Ксюша, мне уже жарко, я умираю. Я, кстати, помню этот поход в Hard Rock Cafe, да, действительно. Так, ладно. Безусловно, хочется поговорить... И фотки у меня остались. И у меня остались, и все храню, и все пересматриваю иногда, когда мне грустно и скучно. Да. Безусловно, хочется поговорить с тобой об Олимпийских играх в Сочи. Расскажи, с каким настроем ехала туда лично ты? Вообще, ожидала ли ты оказаться в призах, да, вот на что рассчитывала, и какие чувства испытывала после уже проката произвольной программы? Ты знаешь, с настроем... Да мне, нам... Не, нам в первую очередь вообще хотелось куда попасть. То есть это первая цель была, и поэтому был переход к Нине Михайловне Мозе. Основная цель была поездка на Олимпийские игры. Эмоции, ну... Ну, не могу тебе так вообще расписать, потому что непередаваемые ощущения, которые до сих пор, они, конечно, где-то сидят, но их все равно никак не передать. Конечно, это полная эйфория, счастье, незабываемые какие-то впечатления, встречи, эмоции. Что касается планы там на какую-то медаль или высокого результата, ну, слушай, наверное, как у многих спортсменов, самое главное — это достойно выступить. Ну, конечно. И, ну, я, допустим, мы, наверное, были не исключением, чтобы просто очень хорошо откататься и выступить. Рассчитывали мы на медаль. Ну, наверное, где-то внутри каждый спортсмен на это рассчитывает и мечтает об этом. Ну, прям так сказать, что мы ехали там за медалью, я так не могу сказать. Лично я за себя. Поэтому, когда уже после короткой программы, там, знаешь, мы были третьими, у меня, знаешь, я, насколько я помню, я вообще до пяти утра не спала. Серьезно? Да. Ну, представляешь такие эмоции. Во-первых, Олимпийские игры. Мы очень хорошо там, ну, прокатываем короткую программу. На третьей позиции остаёмся. И, конечно, там, знаешь, буря эмоций. Ты вот эти, знаешь, у спортсмена мысли, так, можно ещё и вторыми-то быть. Ну, да, конечно. Вообще третьими надо как-то зацениваться. Да, да, да. А что делать? Как двигаться? Чем заниматься? Спать, не спать, там, кушать, не кушать. Ты знаешь, бредятина у тебя посещают. Да, 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 да. Я прекрасно помню день перед произвольной. Вот вообще просто, можно сказать, поминутно. Давай, рассказывай, интересно. Я помню, у нас был такой, знаешь, ну, довольно-таки, как мне кажется. И вот я любила такое расписание. Это когда ты утром откатываешь, там, тренировку часов в девять-десять. Был огромный период вечера, там, часов в десять, а может быть, даже двенадцать. И я вот помню, что вот мы откатались. Я там сходила, перекусила. Пошла, поспала. Там подремала, там, знаешь, потом опять прогулялась. Потом опять покушала. Я почему-то очень хорошо кушала в то время. И вот сейчас наступает момент Х, вечер. И, ну, не могу тебе, наверное, вообще эти вот эмоции, как это всё происходило, передать. Ксюша, что же, а вот, прости, я тебя перебью. А вот ты любила проводить вот это время, да, между... Ты не... не было такого, что ты там... Тебе нужно было с кем-то, не знаю, с партнёром, там, походить, прогуляться, там, пообщаться? Или тебе легче было одно это всё вот как-то воспринимать? Ну, ты знаешь, тоже индивидуально, ну, вот я любила, допустим, какое-то время побыть там наедине. То есть отдохнуть, там, знаешь, прогуляться, послушать музыку, там, или фильм посмотреть. Хотя потом, я вот вспоминаю, допустим, я уже, там, знаешь, могла с кем-то прогуляться, там. Ну, вот, чтобы так с Фёдором, там, мы пошли куда-то, знаешь, прогуляться, там, или где-то посидеть, такого вот я не припоминаю. Я просто помню, что... Что-то ты у меня совсем зависла. Я тебя слышу, я тебя слышу хорошо, вот сейчас. А ты меня... Сейчас ты появилась. Сейчас нормально? Сейчас я слышу. Вот, и я просто помню, что у нашего общего тренера, он, наверное, на взрослых спортсменов это не распространялось, но я помню, как он постоянно заставлял нас ходить куда-то вместе с Максимом. А я так этого не любила, я считала, что это просто бред какой-то, потому что вот мне, ну, мне проще остаться одной, да, и как-то вот самой собраться, да, чтобы мне от кого не зависеть, там, если я хочу прогуляться, я пойду прогулять, если я не хочу этого делать, то я лучше, да, останусь, займусь... А вот он постоянно говорил, нет, вам нужно, нужно выйти, нужно пройти. Никогда этого не понимала, но... Нет, у нас такого не было, и мне кажется, это, наверное, ну, дело привычки, когда, знаешь, вы только встаетесь. Да, оттуда идут вот эти, знаешь, все, все какие-то привычки и... Ну, да. Поиметоды, можно так сказать, знаешь. Хорошо, да. Ну, а, в общем, эмоции ты, в принципе, описать после проката не можешь. Тоже, да, какие-то непередаваемые ощущения, которые... Ну, я была в шоке. Ну, как бы, правда, я была в шоке, ну, то есть и радость была, что мы чисто откатались, достойно, и, конечно, такой шок был. Знаешь, когда ты стоишь на льду и чувствуешь, как лёд, знаешь, дрожит и трясётся, то есть такой гул стоял во всём. Да, 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 очень-очень громко было. Ну, порой там, знаешь, я помню даже предстартовое состояние, когда вот шестиминутка закончилась, и мы катали первую мою произвольную программу, и зал настолько гудел, что я помню, что я еду, знаешь, вот это вот, ну, проскатываюсь там уже, когда вызывают на лёд, а я понимаю, что у меня коньки вот так, знаешь, просто туда-сюда, туда-сюда. Народ так гудел, так кричал, я такая, так, всё, надо вырубаться. Да. Вот такие моменты я помню, а потом, ну, я говорю, конечно, такое, знаешь, шоковое состояние, когда, знаешь, вся твоя жизнь, там, десятилетка, там, или больше, сколько ты готовился к этим соревнованиям, вот так момент произвел, и ты уже такой, и всё? Да, 4 минуты, и всё, действительно. Всё, что я помню ту атмосферу, потому что мы сидели, мы сидели на трибунах, и, естественно, болели, но это, это действительно какие-то непередаваемые ощущения, то есть вот та атмосфера, которая царила в тот момент в айсберге, ну, она просто непередаваемая. Казалось, знаешь, вот как будто воздух был чем-то заряжен, вот просто, ты можешь вот так вот дотронуться до него, и тебя просто, тебя просто, я не знаю, как током может ударить. Ну, мы, безусловно, все смотрели, да. На позитив, на поддержку. Да, да. Такую атмосферу я, честно, я ещё, ну, нигде не видела и не испытывала никогда. Да, ну, это были непередаваемые ощущения, когда мы смотрели ваш прокат, и когда вы прокатали, и мы просто сидели, мы вот так вот, просто вот так вот держались, и потом просто выдохнули вместе с вами, потому что, ну, настолько переживали. Как бы секретную историю. Давай. У меня же мама присутствовала на этих Олимпийских играх, я, почему она присутствовала? Во-первых, у меня была заветная мечта вообще на них попасть. Когда Олимпиада будет в Сочи, и сказали, что будет открытие Олимпиады 7 февраля, в мой день рождения, я пришла к маме, я говорю, мам, я поеду на эту Олимпиаду, я говорю, я не знаю в качестве кого, но я тут поеду, потому что открытие будет 7 февраля, это будут домашние Олимпиады, я хочу там быть. Да. И она мне потом рассказывает, что она уходит перед прокатом, и она идёт, она говорит, в коридоре невозможно было находиться, потому что там какие-то суета там, знаешь, все прикованы к телевизору. Да, 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 да. Она говорит, я иду в женский туалет. Извините-ка, она уходит в туалет, она говорит, я просто сажусь вот так вот, вот, закрываюсь, и она говорит, я понимаю, что я всё равно всё чувствую и слышу. Конечно. У меня всё тряслось, и я всё слышу. Обалдеть. Да. Слушай, ну это очень здорово, и на самом деле вот такие вещи, да, кто-то может не верить, но всё равно чудеса случаются. Такие совпадения, они не случайны, и на той Олимпиаде действительно все звёзды совпали так, чтобы всё получилось, и всё было очень здорово. И, по-моему, так и случилось. Давай поговорим про вторую Олимпиаду, менее приятный, да, всё-таки уже опыт, но тем не менее. Олимпийский сезон, серебро на национальном чемпионате, серебро на чемпионате Европы, да, тем самым отбор на Олимпийские игры в Корее. Ты не получаешь приглашения. Как можешь это прокомментировать, и вообще о чём думала в тот момент? Вот как это для тебя, как ты это восприняла? Ты имеешь в виду, когда я вот об этом узнала или уже после этого? Ну, вот давай про всё, с самого начала. Вот с момента, когда ты не получила приглашение на игры. Ну, это, по-моему, случилось уже, там, знаешь, через пару дней после чемпионата Европы. И это получилось, что буквально, там, за день до этого мы получили уже форму. Через день надо было уже вылетать. Как я узнала, я, наверное, ну, не наверное, я бы узнала тоже из своей какой-то, знаешь, интуиции. Потому что это так получилось, что мы пришли на первую тренировку, ну, на первую тренировку, ещё во вдохновении, перед сбором Японии. Я выхожу на неё, знаешь, ну, бывает только, когда, знаешь, все такие уставшие какие-то, знаешь, там, в себе, поскольку вот это, знаешь, шумиха происходила, там, едем-не едем, там, знаешь, пустят-не пустят. И я видела вот это, знаешь, всё равно, когда работаю с человеком уже долгое количество времени, я смотрю на Фёдора и смотрю на Влада Живнирская и понимаю, что что-то не то. То есть они, знаешь, такие ходят какие-то загруженные в себе. Я так думаю, ну, мало ли, там, знаешь, устали, там, или что-то такое. Ну, где-то внутри я уже что-то не то. И как раз вот в перерыве между вторым, второй тренировкой я прихожу домой, там, знаешь, из серии тоже там подремала, что-то поделала, музыку послушала. У меня просто разрывается телефон. Ну, просто безостановочно, там, знаешь, знакомые номера, незнакомые номера. Ну, поставила без буквы уже, убрала телефон, он всё равно, знаешь, уже жужжит. Я, ну, я уже, знаешь, так и думаю, ну, ладно. И как раз мне звонит знакомая журналистка, я думаю, ну, ладно, я с ней поговорю, потому что я могу ей, там, доверять, и знаю, что ничего не произойдёт такого, знаешь, там, провокационного, или, там, она не будет меня, там, как-то, знаешь, трясти. Я поднимаю трубку, и я просто слышала, знаешь, вот как маленькие дети плачут на разрыв, когда вот у них истерика, или они что-то хотят, то есть вот такой вот прям плач. И я спрашиваю, что случилось, потому что я не помню, мне человек в трубку просто плачет. Я говорю, кто такой, ты можешь мне, пожалуйста, сказать, потому что у меня полное непонимание? Она говорит, ты что, не знаешь? У меня, знаешь, уже куча мыслей вообще, что можно... Да, что могло произойти, да. Человек просто звонит, там, знаешь, ну, не близкий, там, знаешь, ну, просто знакомый, начинает плакать. И я, конечно, у меня просто там, ну, всё перевернулось. Она говорит, ты не знаешь? Я говорю, нет, я не знаю. Она говорит, тебя не допустили. И тут, конечно, у меня уже самой такой, знаешь, как вот просто прибили вот так. Я такая, знаешь, я тебе перезвоню такая, знаешь, и просто сидела, наверное, минут 10, наверное, вообще там, знаешь, у меня не было никаких эмоций. То есть меня просто как будто кувалдой так, знаешь, прибили. И, соответственно, я потом позвонила, в первую очередь я позвонила маме. Как оказалось, она об этом знала. Ещё с вечера. Но так получилось, что она не знала, как сказать. Ничего себе. Ну, соответственно, у меня, ну, вот с мамой поговорив, знаешь, вот эти вот... Всё равно уже чувства накрыли, эмоции. Ну, да. Я проплакала. Слушай, что уж там говорить, ну, или... Ну, это адекватная абсолютно реакция, да? Да, абсолютно нормальные человеческие чувства. Да. Конечно, потом следующий звонок был не Михаил, не Мозер. Вместе поплакали. И она также мне сказала, что да, мы знаем это с вечера, но мы не знали, как тебе сказать. На тот момент я уже, знаешь, понимаю, почему и Фёдор в таком настроении был, и я владжу. Ну, понятно, уже все всё знали. Конечно, у меня уже картинка прояснилась, и... Ну, чё уж там дальше говорить уже, уже просто там, знаешь, ну... Часа полтора, там, два я уже была в себе. Вот. Что касается последующих дней, это были попытки что-то предпринять, что-то узнать, что-то сделать. Но где-то вот так же внутри я понимала, что нет. Ну, во-первых, я, наверное, уже... Мы не сможем это уже как-то, знаешь, перешагнуть этим, переболеть. И мы, честно тебе скажу, мы не верили, что что-то получится. Ну, и не было наше ощущение, что мы прорвёмся. Как бы мы там друг друга не поддерживаем, понимали, что это... Ну, вообще никуда не выльется. А были готовы хорошо к Олимпийским играм в Корее? Прям были заряжены? Или тоже что-то не клеилось, может быть, в тренировочном процессе? Или всё было супер? Я могу сказать за себя. Давай. Наверное, спортсмен, там, или каким бы я, там, как-то, знаешь, могу... Там, сильный бы, там, да, или, там, абстрагироваться. Там, болею-не болею, там, плохо-неплохо. Мне было тяжело, там, знаешь, как вот это всё началось, там, в начале декабря 17-го года, знаешь, вот эти вот собрания, не собрания, а пусть ты... Ну, да. Этим всё равно, вот это, знаешь, ты не можешь от этого уйти, ты всё равно это переживаешь, ты всё равно этим живёшь, понимаешь? Это невозможно этим абстрагироваться. Плюс, как бы, сезон такой, знаешь, он был такой то хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. Такого заряда, как, допустим, в каких-то других сезонах или в олимпийском сезоне, там, перед Сочи, такого вот не было. Абсолютно. Ну, и плюс, наверное, я не знаю, я говорю, как человек со стороны, когда ты уже проходишь, да, одну олимпиаду и понимаешь, что ты на ней сделал максимум, очень сложно, да, заставлять себя все последующие сезоны, ну, не знаю, может быть, мне так кажется, да, и я не права, но наверняка всё-таки это играет весёлую роль, когда ты понимаешь, что, блин, ну, а что дальше, да, куда ещё больше? Момент играет, когда ты пережил, наверное, одну из самых лучших олимпиад, ты знаешь, что атмосфера олимпийская, а не когда ты едешь, там, знаешь, под нейтральным флагом. Это вообще. В первой форме и не понимаешь, что будет происходить на олимпиаде, как к тебе будут относиться, что будут говорить, там, знаешь, ну, абсолютно другой настрой. Ну, да, да. Ну, ладно, не будем о грустном, ты прекращаешься. Да, всё супер, сейчас уже всё супер, уже сколько времени прошло, и просто, просто классно то, что вы с Федей оказались в нужное время, в нужном месте. Ну, исправь меня, если это не так. Не буду исправлять всё так. Да, всё, по-моему, всё, по-моему, совпало, и это отлично. Ты прекращаешь сотрудничество с Фёдором и встаёшь в пару с Андреем Новосёловым, представлявшим на тот момент сборную Франции. Как ты приняла такое решение, и, ну, почему ваша пара просуществовала не так долго, наверное, как всем фанатам твоим непосредственно хотелось бы, наверное? Как это всё получилось, ты знаешь, это вот тоже как-то вот, если об этом говорить, это нужно, мне кажется, в следующем эфире, потому что это тоже очень долгая история, поскольку в планах продолжать карьеру после завершения с Фёдором у меня как таковой не было. Как-то там не говорили, там, смели, как-то там кто-то комментировал из наших общих знакомых, у меня такого не было. Поначальная задача у меня была вылечить травму, поскольку мы не поехали на чемпионат мира в Милан за моей травмой. Восстановление и лечение травм из него там 3-4 месяца, потому что травма была непростая, и по сей день она даёт о себе знать. Как всё это произошло, ты знаешь, там, наверное, было больше участия там посторонних людей. Я тебе могу вот огромный перечень людей, которые вот там просто сказали, ты не имеешь права заканчивать, ты это обязан. Ты знаешь, когда на себя заседают такие глыбы, как Тарасова, Роднина. Я знала, что ты её назовёшь первой. Мне писал Филипп Канделаро даже, мне писал Албан Проберу, то есть там я уже не говорю там про Флорана, Модио, там, или там наших каких-то там моих друзей русских. Ну да. А все ли там? Ты что? Ты не имеешь права заканчивать. Я такая, знаешь, уже такая припушитая. Вот, давайте попробуем. Как это случилось во Франции, как я оказалась? Я как раз на тот момент мне разрешили кататься, и Антонина Тарасова сказала, попробуй ехать там с Николаем Морозовым, просто раскатаешься, там, ну, там, начнёшь как-то двигаться, заниматься там, с другими ребятами, там, знаешь, катаешься. И так случилось, что мы сидели как раз в компании, и мне просто говорят, ты знаешь, у Андрея Новосёлов, ну, как бы, вроде как расстаётся со своей партнёршей. Я такая, знаешь, ну, что вы от меня хотите? А знаешь, что ты мне об этом сообщила? Я вот, честно, я не помню имя и фамилию, но Царство Небесное, это вот второй тренер Алёны Савченко. Инга Штоер? Нет, не. Инга Штоер, это не, 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 не. А, я поняла, о ком ты говоришь, всё, я поняла, но я тоже не вспомнила. Да, он тоже на меня такой насел, они всегда говорят, ты не можешь закончить, давай, позвони ему, ну, просто узнай, поскольку бессмысленно тебе искать какого-то там русского мальчика, потому что, или, там, знаешь, какую-то пару разбивать, ну, попробуй, это русский парень, тем более, ты знаешь его там очень давно, если у них там что-то не получается, почему нет, попробуй. Ну, собственно, так, и так всё и получилось. У Андрея Новоселова, на самом деле, очень интересный путь, у него такое путешествие от нашего, от, ну, я не помню, я помню его на нашем катке, да, потом он уехал во Францию, катался с девочкой Лолой, мы знакомы, мы были даже на каких-то там семинарах или что-то, и потом он опять возвращается в Москву, то есть мы были, в принципе, с ним знакомы, когда я только начинала вообще заниматься парным, парным фигурным катанием. Ну, хорошо, чем занимается Ксения Столбова после завершения спортивной карьеры? Учёбой. По конкретнее, пожалуйста. Ну, вот, так получилось, что я закончила, завершила свою карьеру в феврале, и, конечно же, первым делом, что делают спортсмены по завершению карьеры в большинстве случаев, если пойдут работать, либо, знаете, с учёбой. Вот, я, наконец-то, занялась этим. Ну, это про то, что ты рассказывала в начале, да, нашего эфира, что ты вот получаешь тренерское, верно, да, тренерское образование, и, хорошо, а что потом? Вот, что в ближайшем будущем? Потому что очень много было вопросов от твоих фанатов, что вот планы после фигурного катания, бизнес, журналистика, кто-то даже писал, общественная деятельность, или что это? Может быть, своя школа, кстати, фигурного катания в будущем, ты такое рассматривала? Да, это к вопросу как раз про Артура, да, почему я там не пошла. Наверное, это вот со временем. Я говорю первостепенно, это вот у меня сначала получить высшее образование. Со спортом там, не со спортом, со льдом я не прощаюсь, поскольку есть хорошие предложения, от которых я, наверное, не смогу отказаться. Это ледовое шоу, потому что, не знаю, знаешь ты или нет, в январе я уже попробовала. Нет, честно говоря. У Евгения Плющенко было ледовое представление о лебезиное озеро. А, и ты в нём участвовала? Да, ну как бы это не было ни глобальное представление, да, как вот они собирали там ледовые дворцы, это было общественное такое мероприятие в Москве, я приняла участие. Мне, я получила огромное удовольствие, поэтому я бы попробовала это. Я не говорю, что это будет на постоянной основе, но мне очень понравилось это. Ну это здорово, это здорово, потому что я разговаривала, да, с некоторыми фигуристами, которые уже завершали карьеру и говорят, что наоборот, вот лёд прям видеть не могут. То есть вот все вот эти предложения в шоу они отвергают и невозможно. Ну, шоу и соревнования, это, ну, они говорят, что как бы атмосфера соревнований, атмосфера шоу, это совершенно, да, две разные вещи, и поэтому можно... У меня наоборот, у меня тренировочный процесс, там, знаешь, уже я, у меня уже всё, там, знаешь, выйти на проекцию. Вот так вот. Знаешь, у меня нет шоу, я говорю, я наоборот, я такое удовольствие получила. Причём, ну, когда что-то новое, там, знаешь, новый образ, новая вообще атмосфера, типа, тем более я каталась одна, и я была прям совсем в восторге. И насколько... Уже, ну, это здорово. Ну, тоже, там, знаешь, очень хорошие утили были. Это здорово. Так, я выписала тут несколько вопросов от твоих фанатов. Вот про планы я уже спросила. Был такой интересный вопрос. Какой лучший совет ты получила за время спортивной карьеры и от кого? Ну, есть одно наставление. Мне, это, знаешь, мне было, наверное, лет 6-7, когда я вот только начинала кататься, а может, чуть побольше. Ага. У нас был директор школы Людмила Германовна, ну, он тоже царствий небес, её уже нету с нами. Я же могу что-то сказать такое не очень корректное в эфире? Не мат. Это твой эфир, ты можешь делать всё, что угодно, Ксюша. Ты знаешь, у нас какие-то такие свои духовные там были, такое духовное общение. Я помню на каких-то там, знаешь, из Сирии там были какие-то соревнования по выполнению разряда. Ну, на то время там, знаешь, маленькие, ну, что для нас значит там разряды, КМС. Конечно, это самые серьёзные соревнования в жизни просто. Фоксальный конёк вот это, помнишь? Да, 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 да. Он в последний день есть. И, а я что-то, знаешь, хожу там, по-моему, даже был хрустальный конёк, и что-то, что-то маюсь там, знаешь, хожу там, что-то опять все накручиваю. Она ко мне подходит и просто так, знаешь, невозмутимо просто говорит там, знаешь, Ксюша, главное не ссать. Шесть через шесть лет ребёнку! Ну, не ссать, может быть, там, знаешь, восемь, и мне просто... Я такой, окей. И ты знаешь, я вот периодически на протяжении твоей карьеры, ну, вот этими словами... Прислушивалась, да, к этому совету. Реально работает. Слушай, ну, по-моему, это стало девизом твоим по жизни, потому что ты просто шла на пролом на протяжении всей своей спортивной карьеры, и так это и работало. Слушай, ну, это здорово, что ты помнишь... Ты помнишь такие важные... Ты очень чёртые, понимаешь, детали. Я вот впервые замечаю... Ну, потому что, да, никогда не было такой возможности, о чём разговаривают фигуристы, о фигурном катании, да, пока они как-то... Вот, а сейчас я прямо с новой стороны, что ли, как-то... Это очень приятно, да. Это очень круто, это очень круто. Так, самое неправильное решение в карьере, если таковое имеется, о котором ты сожалеешь? Ну, наверное, это, знаешь, я почему-то иногда пропустим, знаешь, пропустим чемпионат мира в чемпионатах, почему-то. Ну, как-то вот здесь это сидит, а так... А, напомни, почему вы пропустили? Вот это вот не помню, как-то в совокупности, там, и, по-моему, и здоровье, и какие-то тактические моменты, не помню. Может быть, там, Фёдор, там, кто-то помнит, я уже не помню. Поняла, поняла тебя. Вот этот вопрос тоже не смогла обойти стороной. Насколько доверительные отношения с мамой? Какова её роль в принятии решений в твоей жизни? Ты имеешь в виду в карьерном плане? Я не знаю. Ну, наверное, раз мы про фигурное катание больше сегодня, давай вот туда и про этот... Ну, вот в большей степени про это. Она, конечно, имеет огромную роль вообще, как формирование техничности, как спортсменки, но я помню, что этот момент чётко закончился в 13 или 14 лет. Прямо вот так вот. Потому что я прекрасно помню этот момент, когда, знаешь, этот переходный возраст, я всё сама, я уже взрослая, я всё решу, я всё сделаю. В такой момент у меня наступил, я просто подхожу там, в такой момент, что мама, я там решила уйти в пары. Я помню, что вот с этого момента, как бы, знаешь, она уже, по-что, как бы, бесполезная церемония, бесполезно там что-то делать, то есть, наверное, с того момента она уже, знаешь, полностью мне доверяла, полностью меня поддерживала. Где-то направляла, конечно, где-то ругала, но полностью мне доверяет. Так, хорошо. И заключительный вопрос. Тяжело ли тебе далось решение о завершении спортивной карьеры? Вот, коротко, нет. Вообще нет? То есть, не жалеешь ничего, всё супер, всё замечательно и всё как должно быть? Нет. Я тоже, знаешь, когда всё равно в моменты проигрываешь, думаю, что даже пишут заявление о завершении карьеры, да, что это всё официально, я бы тоже знала, как же я приду, надо, там, поводить, там, президент федерации, генеральный сектор, другие люди, которые, там, со мной, там, всю жизнь, всю грунту, которые йогнут здесь что-то или не йогнут, кадров нет. Вот вообще, я вот как-то по массу писала, ничего не произошло. Ну, хорошо. Я вспомнила ещё одну историю, я бы хотела её рассказать под конец нашего совместного эфира. Да, ты помнишь, да и все помнят, да, кто ездил уже на наши прекрасные, замечательные сборы в Италии, которые, не знаю, лично вот у меня, у нас никогда не складывались хорошо. То есть, вот они прям вот всё время были отвратительны, вот эти вот Базельга, я сейчас говорю про Макса и себя. Вот. Ты пытаешься вспомнить, какую историю я сейчас расскажу или что? Слушай, ну мы там не один год туда ездили. Не один год. Да, но вот есть одна история, которая прям чётко мне запомнилась. Опять же, мне было лет, не знаю, пятнадцать, ну что-то такое. И только вот сейчас, когда я начинала, когда я вспомнила эту историю и прокрутила этот момент, была я поняла, насколько маленькой я была и насколько большой и взрослой я себе тогда казалась. Ну вот реально. О, да. Ты, знаешь, строила себя такую, знаешь. Ну вот, вот, понимаешь? Ну, опять же, когда ты меня встретила из-под лоб, я поняла, что с ней будут проблемы. Блин, не помню я никаких проблем. Ну, в общем, не портим момент, подожди, тут такая история. Подожди. Вот. И мне было лет пятнадцать, и, не знаю, помнишь ты этот момент или нет, когда я, в общем, я упала с выброса, и начались проблемы со спиной у меня очень серьёзные, да, только все там и эти, как это, компрессионный перелом и так далее. И, в общем, начались проблемы во время сборов. И я выхожу со льда, ну, невозможно было идти, там, и все меня не понимали вокруг, и вот все орали, давай, иди катайся, иди дальше. Да, потерпи, давай. Ну, то есть это прямо вот на меня вот это всё свалилось, и я не понимала вообще, куда деваться. И я выхожу с катка через чёрный выход, рыдаю, у меня, знаешь, боль в спине, я ухожу с тренировки, и смотрю, Ксюша выходит как раз с катка в этот момент. И я стою просто вот так вот, опёршись. Я помню, я помню. Ты поняла, да, о чём я говорю? Эта история, она в мозгу до сих пор. Я помню, ну, можно, наверное, так говорить, как ты, грубо говоря, плакала мне. Я и хотела так сказать, потому что всё так и было, без прикрас, без ничего, и я просто стою, и от обиды рыдаю, и от боли, но, наверное, больше от обиды. Выходит Ксюша, и она ко мне подходит и говорит, Лин, чё ты ревёшь? Ксюша, просто вот так, вот так, что ты ревёшь, что случилось? И я говорю, нет, не представляю, у меня такое... А человек вообще ничего не может сказать, он просто... Вообще, вообще, просто непонятно, что я несу, я что-то говорю, говорю. Но на тот момент Ксюша относился к человеку, который вот реально ко мне подошёл и спросил вообще, что со мной происходит, и что происходит. И мы вот так вот, значит, мы пошли вместе в гостиницу, я говорю, ну всё, я пойду, наверное, в номер, типа, всё. Ксюша говорит, нет, подожди, а у нас в гостинице, вот ты помнишь, да, это маленькая вот эта вот гостиница, и внизу в холле был, ну, как бар такой, да, при входе. И мы сели, она говорит, нет, подожди, пойдём поговорим, пойдём поговорим, пойдём выпьем кофе, значит, мы взяли кофе, начали пить. И Ксюша мне начала рассказывать, насколько, вот я уже, честно, не могу вспомнить, к сожалению, да, вот всего нашего с тобой диалога, но я помню, что ты говорила, сказала мне такие вещи, которые заставили меня успокоиться вообще, взять себя в руки, да, потому что тогда это было очень тяжело. Мне казалось, что меня просто весь мир не понимает, просто вот, вот просто все на меня, знаешь, разозлились. И вот только Ксюша была единственным человеком, которая вообще подошла, успокоила и сказала, что, блин, ты должна просто понимать, что либо ты их, либо они тебя. Вот эти слова я запомнила чётко, вот, ну, реально, вот уже сколько лет прошло. Ну, то, что я тебе говорила, я не помню, но я помню, когда мы с тобой встретились, вот этот фонтан слёд. Это было не остановить просто. Да, я помню, мы с тобой подошли до гостиницы, а потом я вправляла мозги. Да, да. И я, Ксюша, вот я под конец эфира хочу сказать, что спасибо тебе большое, потому что, ну, это реально, это такие моменты, которые запоминаются, ты видишь, да, уже сколько времени прошло, и я действительно до сих пор помню, потому что для меня это ценно. Вот. Спасибо тебе за всё, за этот эфир. Я вообще такое вспомнила, потому что тоже мне очень приятно, я очень часто вспоминаю, у меня прям как плоток, знаешь, от таких моментов. Да, 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 безусловно. Большая молодец. Прекрасно. Спасибо большое, дорогая. Нам нужно ещё раз это повторить и не раз. Я только за, я только за, ты знаешь. Поэтому ты большая молодец. Спасибо, Ксюша, ты тоже. Я восхищаюсь такими спортсменами, такими людьми, как ты, ты умничка, при вперёд, и всё будет круто. До встречи. Надеюсь, до встречи. И спасибо всем зрителям. Да, всем большое спасибо, кто смотрел. Всё, спасибо, дорогая, целую, обнимаю, я тебя отключаю. Давай. Всё, ребяточки, всем большое спасибо за этот эфир. У нас осталась одна минута. Я надеюсь, вам всё понравилось. Я обязательно этот эфир сохраню в IGTV. Спасибо. Было очень много людей. И думаю, Ксюша всё пересмотрит и перечитает все ваши комментарии положительные и очень приятные. Всё, спасибо большое. Stay safe. Давайте сидим дома. И всё. Всё будет хорошо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»